Продолжение сегодняшнего игрового дня. Регион Америка. Играют у нас Complexity Gaming против Started From The Bottom. Вторая карта. Серия Bot 3. На первой карте Complexity одержали уверенную победу. Посмотрим, что будет на второй карте. Ну и для тех, кто только к нам присоединился. Дальше нас ждут гораздо более интересные матчи. Evil Genius. И вообще, Dota на этом канале будет всю ночь. Америка все-таки. Там еще очень много игр. Ну и пикибаны. Расперед, ЦК, Grimstroke, Yominight. у нас от Started From The Bottom. И Aldertitan, Juggernaut, Batrider, Brumaster от Complexity Gaming. Aldertitan у них сегодня уже появлялся. Это была позиция пятерочка от Zifrica. Batrider, в принципе, был у нас сегодня тоже от Started From The Bottom. Но он исполнял на позиции мидера. К сожалению, не получилось у него грамотно использовать. И Juggernaut у нас был. И ЦК у нас сегодня был. То есть герои практически повторяются. Ну вот, Brumaster, Omni Knight и Raspirid добавились. В принципе, Grim тоже. Grim был... А, Grim вчера у нас практически тоже на каждой карте был. Но судя не в этом. Так, избавились от Devoura Complexity. Сейчас осталось добрать по мидеру. Ну, в целом, если здесь Brumaster будет четверка, Elder Titan пятерка, Batrider тройка, либо они сделают Batrider пятерку, Elder Titan четверку, Brumaster тройку, Juggernaut единицу, и сейчас доберут себе мидер. Кстати, это наиболее вероятный вариант. Нужно избавиться из... Опять же, какого-то хорошего мидера забавить started from the pot. Из популярных мидеров, которые есть возможными. Devoura в бане, Tini в бане. Кто у нас еще в мид часто отправляется. Ну, неплохо было бы, наверное, МК забанить. Тоже очень популярен. Но против МК много героев, которые могут позволить себе стоять неплохо. Потом могли бы себе и Patmo взять, в принципе, герой. Чаще и чаще появляется. Буквально вчера мы смотрели, как Patmo использовали на первой позиции, опять же, в Америке. Все-таки у каждого региона, как ни крути, есть свои пики самые популярные, самые часто используемые. Потому что тренируются против друг друга. Если какая-то команда начинает чаще всего использовать, то ты не можешь на этого персонажа не обращать внимания. И последний бан. От кого же они будут избавляться? Кто будет для них неприятен? Можно, в принципе, посмотреть. Часть героев так открыть. Ну, Медузы немного подфиксили, поменяли, в принципе, и таланты. Поэтому она не так часто появляется. Сейчас СФ маловероятен. Видели Квапу, но она ничего не показала совсем. Некармагнус. Ой, Кунка. Кунка есть. Вот Кунка должен появляться, на самом деле. Кунка очень популярен, в принципе, во всех регионах. На самом деле, герой во многих планах хороший на линии. Достаточно комфортно стоять в плане того, что ты можешь слетать на базу, порегениться, боттл заполнить. Только против Кунки есть отличный персонаж, который не в бане. Это Тимбер. Поэтому, если сейчас появится Кунка, то... А, Клинкс. Клинкс вчера тоже был. Его использовали Evil Geniuses. Играл на нем Сумаил. Ну, и показал очень хорошую игру. Но там, наверное, не совсем это будет правильно звучать, потому что он играл против достаточно слабой команды. Забанили Пака. И сейчас герой для Лимба. Дэс задумался. Опять же, Кунка имеется как вариант. Кунка же не в бане, да? То есть еще есть из наиболее таких интересных героев, которые неплохо стоят. Есть еще Вайпер. Он чаще и чаще стал появляться, если так посмотреть. И Вокер, думаю, маловероятно. Хотя вполне почему. Хускар. Вот тоже, например, можно про него подумать. Эмбер Спирита, в принципе, Лимб, я знаю, любит. Достаточно часто его использует. Но тут уже имеется же Гернаут, который тоже будет много фарма забирать. Хотя это не отменяет того, что они могут сыграть достаточно жадно. Тем более они понимают, что чувствуют себя очень уверенно. Но появляется Драгонайт, тоже герой, который в целом является, ну, не скажем так, не топ-3, но, тем не менее, где-то около того. Усиливает пуш-потенциал. Достаточно сложно его пробить даже такому герою, как Клинкс. И в целом полезен для команды. То есть, посмотрите здесь. И, кстати, я отгадала тройка Брюмастер. У нас Зифрик на Элдор Титане. Ну, и, соответственно, Манкейс на Батрайдере. Меркл Джаггернаут на Джаггернауте будет исполнять. Умни Найт. Ну, по поводу Умни Найта. У меня лично не совсем хорошее к нему отношение. Вот все матчи, которые я смотрю, у меня Найт проигрывает. Как-то очень уверенно проигрывает, как бы это забавно не звучало. Но что есть, то есть. Его вроде бы изменили, но, честно говоря, мне это изменение не очень понравилось. Хотя многие аналитики позитивно достаточно отзывались об этом героем, об этом персонажем. Спирит. Недавно уже не видела Лифрика на Арспирите. Это тоже один из его коронных героев. Героев очень здорово на нем передвигается. Вот как раз такой исполнитель, на котором приятно наблюдать этого персонажа. Ну и мне пик комплексити в этот раз очень нравится. Он очень сбалансированный, есть чем пушить. То есть ДК имеется под Хилл, я имею в виду под Джаггернаут. Это смотрится достаточно сильно на прошлой игре Элдер. Он уже показал, насколько он может быть силен как саппорт, как они вместе с Фурионом просто без шансов разобрались с Тинни и Тимбером. Хотя, опять же, Тинни Тимбер звучит достаточно сильно, в плане того, что это плотные герои. Может, там Тинни страдает по армору, но, тем не менее, с ХП у него проблем никаких нету. А Тимбер со своей пассивочкой достаточно сложно пробиваем, скажем так. Так, свинки летают. Так, в смоках отправляются у нас ребята. В центре есть угрима, поэтому, если будут какие-то варды в миде, можно было бы его и разбить. Но пока Complexity по Vision поставили вот такой вот вард на линии. В принципе, один из, кстати, очень хороших вардов, но его не так часто ставят. Стараются в основном, даже паблики, если по пабликам смотреть, стараются здесь где-то ставить вард, здесь ставить вард, здесь ставить вард. Ну, если именно со стороны Complexity, то вот здесь где-то. А вот это не очень хорошо. Честно говоря, я уже отвернулась, потому что видела, что Дакай разбернулся и не собирался дойти, но, видимо, все-таки пошел. Пошел и в спину заходят у нас. Руну они здесь заберут, поэтому по рунам должны, кстати, Complexity выиграть. Но вам ФБ отдали. Три руны должны Complexity себя отжать. Так оно и выходит. Нет, нет, не забрали. Думала, что заберут. Почему-то. А, нет, все нормально, забрали, забрали. Бэтрайдер же забрал. Бэтрайдер забрал, забрал Джаггернаут и Бримастер. Забрали. Бримастер был, я думала, он не на это его вдруг опередил как-то. Нет, не опередил. Итак, ДК в миде против Клингса. Ну, я думаю, что их Крипсов мы посмотрим немножко попозже. Пошло, Трипла против Триплы пошла, поэтому это достаточно сейчас популярная, в принципе, мета. Это опять вернулось. Чаще-чаще так отправляется. Только раньше было в целом, когда, допустим, Триплы делали, то стояли Трипла против одного там героя. Теперь они поменялось немножко. Теперь Трипла старается идти против Триплы. Бэтрайдер обрекает уже своими стаками здесь потихоньку, поэтому очень срочно нужно обзавестись стиками. И вот Турспейд, он очень хочет уже эти стики купить. Я вижу его цель. Вижу цель, не вижу препятствий. И подбирается он к секрет-шопу. Ну и на верхней линии давайте посмотрим, что у нас. У нас Бримастер. У нас Бримастер против Омни Найта. И вот пока они приблизительно одинаково стоят. Но, опять же, будем смотреть уже подальше. Немножко через минуты три, что по КСу и не будет никаких-то там соло-смертей. Распирит. Ну нет, все. Отошел. Решил, что драться не очень хочется. Фрикам с Маной. Нет, не будет никаких проблем, потому что стики тут заряжаться тоже. Драться-титан, но пока стиков нету. Поэтому и маны с ним никто не поделится. Джаггернаут вряд ли захочет ему свою манго. Хотя вот Батрайдер. Батрайдер может подарить ему свою манго. По-братски, скажем так. Гриму, кстати, тоже деньги на стики уже имеются. Опасно сюда подходить. Потому что, опять же, под четырьмя стаками Напалма и раскрутится джаггернаут. И грим уже точно никуда не уйдет. 11-2-10-0. Клинкс. 7-0. ТК-10-0. И вот сейчас нападение будет. Вкатывается Распирит. Раскручивается у нас джаггернаут на Распирита. Но с другой стороны атака была на Батрайдера. И Батрайдер здесь должен погибать. Да, Батрайдер погибает, но взамен на Распирита. Сейчас становится 2-1. Идут дальше за гримстроком. Станчик. Посмотрите, сколько 40 хп. Еще буквально одна тычка. Зифрика под замедлением. Помощи никакой. Джаггернаут уже не может подойти. Джаггернаут, несмотря на то, что сейчас себе ботинок купил, но все равно им достаточно долго было еще ботинок. Он только там покупал, пока он там принес. Положил, перекладывал. Вряд ли бы он успел дойти до сюда и убить грима. Поэтому линию комплексити начинают стоять не очень уверенно. Опять же, у них тут у всех стики были. А вот это... А, ну, ясно. Забавно забрало за эффект грима. Стики. Два ворта купил. Ну, и лететь на свою законную линию. Помогать... Помогать ЦК. ЦК пока нет ботинка. Видите, под стаками просто уже очень медленный. И бэтрайдер стоит на таком пересечении и просто не подпускает ЦК. Джаггернаут в это время должен максимально хорошо донать крипов и стараться не пушить линию. Нападение. Станчик только секунда. Критуля, Распирит. Но решили, что дальше идти уже опасно. А вот стан. И здесь очень, на самом деле, хороший стан. Теперь Джаггернаут по-двоем крутится. Замедление. Ну и здесь грим точно не уйдет. Так оно и исходит. А за Распиритом идти... Прошу прощения, ЦК точно не уйдет. И сейчас можно переключаться либо на грима, либо на Распирита. Забирают еще Распирита. Уже ЦК резнутся. ЦК прилетает. ЦК третий уровень получает. Качает вторую пассивочку. Грим под замедлением. Под шестью стаками. Распирит вкатывается. Добить надо грима обязательно здесь. Ну, бэтрайдера потеряют. Хотя бэтрайдер еще, на самом деле, мог и помотить. Съесть манго и полететь. Это если бы сделал он раньше, может даже получше ситуация. Хотя, знаете, на самом деле, ведь не все так плохо. Он стаки накидывает. И телепорта, правда, нету. Наверное, даже не ожидал, что у него получится выжить. Пятая минута. Руны. Забирают руны команды Каплексити. Третья руна в копилку команды Каплексити. Четвертая руна в копилку команды Каплексити. Просто выиграли в этом плане. Ну, несмотря на то, что это первая руна. Там не так много денег, но все равно. Это очень приятно. Тем более, вот сейчас они очень хорошо потрались. То есть, там, подобрекли ИЦК. И вот уже счет 3-5. 3 тысячи преимущества. А по другим линиям давайте пройдемся быстренько. 33 крипа у нас Омни Найта. Брюмастер 30 крипов. То есть, здесь по линиям очень близко друг к другу. Что в миде? В миде 15 крипов против ничего себе. 31 на 14. Лимб и запотел. Лимб как-то прям очень здорово, на самом деле, сыграл. Выиграла линию уверенно. Потому что у него 6-й с половиной уровень. Здесь 5-й даже еще до половинки 6-го не дошло. Так что больше, чем на левел обгоняет. Это, на самом деле, серьезно. Если учесть, что изначально на Драгонайте сделали ФБ. Ну, понятно, ничего не потратил. Но это все равно не очень приятный момент. Прекрасное место. Диффрик начинает агрессировать. Грим замедлила Бодрайдера и Элдер Титана. Миракл готов к нему. В принципе, еще и Хилинг Вард. Имеется и ПТ-шка стики. Кстати, обратите внимание, что уже нет никаких модов. Так, укатывается на Бодрайдера. Бодрайдер здесь должен погибать. Ну, как можно больше, в принципе, должен выживать, чтобы Агоний подальше полетел бы здесь. Было бы неприятно уже ходить. Ладно, разменяли ЦК на Бодрайдера. Я думаю, комплекте к такому размену должны довольны быть. Ну, должны, в принципе, рады. Потому что, опять же, ЦК все-таки Кор. И несмотря на то, что ЦК убил Бодрайдера, сам он, конечно, потерял больше. Потому что на ЦК фраг сделал именно Джиггернаут. И он как раз не умирал. То есть у него сейчас статистика 2.03. У него все в целом неплохо. И по Крипстату он доняет достаточно много. А вот как раз по Крипстату ЦК от него очень сильно это сдает. Нападение на Джиггернаута. Но есть крутилка. И сейчас Хеллингвард нужно ставить. Нужно этим Хеллингвардом еще поиграться. Все, я понимала, что отсюда не уходит. Дальше идут за гримом. Прямо под тавер. Ну, опасно. Опасно подходит уже ЦК. У него стан есть. Получил бы там еще какой-то стан. И Бодрайдер точно не ушел. А Зифрик вовремя отошел. Сейчас подрегенит всех с помощью Хеллингварда. Миракл. И можно будет... Я уже говорила, что прям одновременно и там, и там Миракл играет. Но вот сегодня один Миракл проиграл должен второй выиграть. Все по-разному говорят, что правильно читается Миракл. Даже если Миракл, по-честному. Я вот до сих пор не поняла, как правильно читать. Что уже чего только не слышала. Миракл, Миракл. Немножко другой. На протяжении на ЦК. Стан от Альтер Цитана хорошая. Бодрайдер полетел. Под шестью, под пятью, под семью стаками. Уже практически... Ну, под шестью ладно. И достаточно хороший и приятный фраг они вдвоем осуществляют. Прилетает... Приходит сюда Клингс. Улетает отсюда Бодрайдер. У него заканчивается Фаерфлай. И, посмотрите, несет Джаггернаут, кстати, под шрайном. Может быть, что-то и получилось. Но понимал, что маловероятно. Потому что крутилка, телепорт. И на этом вся история бы закончилась. Клингс всю ситуацию палит. Поставили вард. И в миде подпушивают. Просветочка пошла. Просветочка у нас и стан. Они понимали, что здесь где-то Боник ходит. Прям супер неприятно. То есть Драгонайт станчик и фраг достает Джаггернауту. Здесь, кстати, заберут Элдер Сетана. Потому что вовремя Гримм подошел. Поставил еще Боник свой ультимейт. Но это не совсем равноценный, опять же, размен. То есть все размены, которые происходят, они в пользу комплексити. Они убивают Мидера. Сейчас еще цепляют Гримм Строка. Ну, тут подходит ЦК. Стан, кстати, на 2 секунды заезжает. Но рядом же Батрайдер. Меркл тоже подходит. 6 уровня, правда, еще нету. Под замедлением. Дали ему Манго. Но это все равно неприятно. То есть то, что смещают не так, как им бы хотелось. Например, тот же ЦК еще явно хотел бы подфармить хотя бы левел. Потому что у него 4 уровень. И о каком-то Мидасе, который стандартно для ЦК в последнее время собирается, тут пока и мечтать не приходится. Потому что с линии прогнали. Крипов мало. Переключаемся на Нотворсы. Убеждаемся в том, что у комплекте Текора все отлично. Единственный, кто стоит более-менее неплохо, это Умни Найт. Пока они без каких-то даже телепортов. Кстати, обратите внимание на крайне нестандартную раскачку Умни Найта. То есть никакого, первое сказало, никакого хила. Здесь опять погибает ЦК. Ну, это уже совсем плохо. 4-4 счет на 10-й минуте. То есть для такого плотного Кора. И вот просто 2 400 и 4 200. Сейчас еще Баунти нужно забрать. Комплекте Текора. И пошел, пошел. Но здесь, кстати, Умни Найт молодец. Он заберет 2 Баунти. Потому что команда сейчас крайне зависима от золота. Особенно саппорты, которые, опять же, без денег будут находиться, потому что линия проиграна. Ну, не так все плохо еще. Хотя вот Расперито без сапога. Вот это, наверное, тоже неприятно. Нет, бывает и позже сапоги покупаются. Тут я спорить, конечно же, не буду. Гримстрок. Приобретай, к себе, книжку. Нужен 6 уровень. С 6 уровнем, кстати, можно было бы что-то и поделать. С тем же ЦК. Станчики полетят. Представляете, 2 стана по 4 секунды залетают. И вроде бы уже выглядит все не так плохо. Легернаут. 6 уровень. Судя по тому, что он приобретает, это будет быстрая Монта. Мм, Яша. Там Монта пойдет. А вот на топе убивают у нас Примастера. Ну, ЦК молодец, что переместился. Он на нижней линии вообще уже никак не может стоять. В миде тоже опасно, тем более надо и пространство Клингзу дать, который тоже свою линию не очень хорошим, не должным образом отстоял. И... Ой, а тут Грим. Ну ладно, Грим на самом деле ерунда. Прилетает Лимб. Драгонайта забрать так просто не получится. Тем более за спиной у него стоит Альдер Титан. Получает станчик. И Эрспирит вкатывается. Станчик от Альдер Титана. Бримастер сюда уже летит. Он резнулся. У него ультимейт имеется. И нужно как-то, наверное, цеплять. Убивать у Мнинайта. Потому что это единственное светлое пятно, которое есть на данный момент у Поттум. И идут за ним. Идут за ним до конца. Получает он стан. Понятное дело продолжение стана от Альдер Титана. Ну и... Можно даже, наверное, на Бримастере не тратить. Льду в такой ситуации было. Но кто же знал, кто же знал. Может там команда изначально помогала. Получилось бы разделить. Дабл дэмэдж на топе лежит. Забрать. Забрать. Кову забрать. Боннику забрать дабл дэмэдж. Нужно оставить. Ему только вот такая неловкая проблема. Не. Кого убить этим дабл дэмэджем? Преопритает ПТшку. Скорее всего, стандартная медалька. Сулор крест. Очень хороший артефакт для Бонника. Кстати, почему-то артефакт на самом деле сильный. Но достаточно дорогой. Поэтому мало кто его прям покупает. Хотя на команду артефакт, на мой взгляд, очень здоровский. Ну, какой саппорт тебе может там позволить, когда тебе нужно гример кейп и форстафы? Убивают Бэтрайдера. Дальше, в принципе, еще и Джаггернаута досталась. Но именно Хилинг Вард. Но все-таки с дабл дэмэджем был у нас Бонник. Бэтрайдер приобретает себе Смог. Шестой уровень имеется. Поэтому Лассо хотелось бы реализовать. Владмарс появляется первым у Комплексити. И есть... Здесь, кстати, то... А, нет. Умни-Найт тоже есть. Умни-Найт Бюмастер. Вот как раз они один на один стояли. Два героя такие плотные приобретают именно этот артефакт. Я еще раз говорю, что сейчас в профессиональной доте обязательно в каждой команде этот артефакт должен быть. И никто его не игнорирует никогда. Чем раньше он появляется, тем, в принципе, лучше. Были использованы Смоки. Но здесь нападение с другой стороны на Распирита. Распирита забрали. Сейчас Бэтрайдера с Альдер Титамном нападают дальше за ЦК. Здесь, на самом деле, даже Лассо можно не использовать. Потому что и так, в принципе, и так сойдет. Ну, реально. Тут и правда, и так сойдет. Забирают Тауэр без каких-то проблем. То есть пришли, забрали ЦК. Забрали ЕСа. Забрали Тавер. В это время, правда, кстати, молодцы они, на самом деле, что хотя бы как-то сплитили, что-то делали. Потому что иначе им с левелом у них такие... Не то чтобы проблемы. Но, например, ДК-11. Бонник девятый. Он не на десятого сейчас должен стать. Так. Ну, Гримм. В принципе, он сам специально идет вперед. Для того, чтобы отвлечь внимание от Отомни Найта. Но Брюмастера его хватает. Поднимает Ветра. Станчик Гот Алда Цитана. Продолжение Стана от Драгон Найта. И, как вы понимаете, здесь хочешь, не хочешь, а дни твои сочтены. 7000 преимущества. 7-17 счет. Сколько у нас 7-орок. Лимм набирает уже превосходство. У него имеется Шадоу Блейд. Два Брейсера. То есть 1800 КП с ПТН на силу. Сейчас вот дальше можно задуматься, наверное, о покупке БКБ. Особо даже не переживать. Кстати, без Рамлета играет Лимм. Вот он просто тоже этот Принц-Портивакт достаточно часто на ДКП приобретают. Но здесь либо Даггер. Даггер, БКБ. Тут вариант... А может он сразу в Тараску пойдет? Тут уже прям слишком много всего, чего можно и нужно собирать. Кираса в любом случае лишней не будет. И паунтируны. Конечно же, на 15-й минуте. Пошел у нас ДЭС собирать. Две руны заперет. Ну а на топе... На топе все-таки ЦК должен постараться вместе с ЕС и забрать руны. Забрали. Ох. Гримм разультился, конечно. Он молодец. Но здесь, во-первых, крутилка была. И спалил всю эту ситуацию ДК в инвизе. Пошел Омни Слэш от Джиггернаута. И Га прожимает у нас Омни Найт. Ну, Эрспирид раскастовался. Разберутся еще с Бонником. Это минус 2. Третьего забирают. Дальше, в принципе, и Омни Найт. Он так как остается без ультимейта. И Элдер Титан, в принципе, показывает ситуацию. Ну, тут уже никуда не уйти. Телепорт в кулдауне. Да и какой тебе телепорт дадут в такой ситуации сделать? Да, с Моны было уже немного у Лимпа. Но, тем не менее. Они забрали четверых персонажей. Потеряли ноль. Увеличили свое преимущество до 9 тысяч. Как раз линия подпушивается. Можно Тавр забрать. А можно по трации забрать пятого единственного выжившего. И Станчик очень хороший по таймингу. Вон, что Бэтрайдер тут рисковал. Ну, как разумеется. Цикка отправляется в таверну. Вот и пятый подъехал. 7.22. Крайне уверена комплексити эту карту ведут. Примерно так же, как и предыдущую. Джаггернауту, конечно, нужно вещи какие-то собрать. Он очень активно играет. У него статистика 5.07. То есть он не АФК где-то стоит. Там не Лиса бьет. Крипов и так далее. Старается драться. Поэтому, понятное дело, что у него может не самый высокий крипстат, если бы он крипов бил только на такой минуте. Но 10.000 говорит нам о том. И вот сейчас молнии появились. Уже фармить будет поприятнее, побыстрее. Сейчас как раз стак Эншентл заберет. Ну, получается, два стака было. Немного, но приятно. Если посмотреть в ДК, все замечательно. Уже ДК заходит опять в Авражский лес. А-а-а, и поехали. Кого убить? Грима первого. Грима можно очень быстро забрать. Грим, он... Но, вот, кстати, ему никто не помог. Поэтому он еще будет с ним колупаться. Как бы это некрасивое, наверное, не литературное слово. Но вот как-то так и выглядит. Так идут за Бонником. Бонника забрали. А Грим? А Грим еще улетает. Нет, нет, он улетел. Красиво развел. Но в любом случае ему не помогли. То есть там они пошли с одной стороны и думали. А, ну там ДК у нас, посмотрите. Какой левел 7... 14-й левел. Грим этот самый, 6-й уровень. И все равно Грим взял, ушел. Обманул, обманул Драгонайта. Миди подпушиваются Тавр. Так как стоит Хилингвард, то Грим, в принципе, никак навредить не может. А вот сейчас Гриму уже точно не уйти. Подстанила Грцетан и отомстили. Отомстили, заходят на ХГ, 18-ая минута. Используется Глиф. В то время пытаются как-то там Омни что-то фармить. Омни приобрел себе Мидас. Мидас. Реализовать, но судя по тому, что у него падает первая сторона, времени не так много. Бонник ставит ультимейт. Добить, добить обязательно Барак. Лим подходит, добивает. У него имеется Шадо Блейд. Ну и Лассо пошло. Лассо у нас в Юр Спирита. Расспирита выводят. Расспирита убивают. Омни Найт. У него есть Гаа в целом. Но как-то... Зачем ее тут здесь давать? Они в целом и так уходили. Поэтому можно переключиться, побить крипов. Больше здесь делать нечего. Аркейн Руна. Имеется, кстати, у нас еще и Рошан. И они немножко подкоцаны. Но в Ладверс есть. Поэтому с Ладверсом в любом случае у них проблем не должно никаких возникнуть. А вот Артитан здесь развлекает ЦК, чтобы ему жизнь сказкой не казалась. Хотя не скажу, что у него была сказка со счетом 5-6-1. Армлет. Ну, он, кстати, тоже Мидас собрал. То есть он все равно был нацелен на Мидас, собрал Мидас. Получается, два Мидаса. Саппорта совсем бедная. 11 тысяч преимущества. Сейчас и Аегис уже есть. Батрайдер Гем приобретает. То есть Боннику теперь вообще очень сложно будет. И если учесть, что... Ну, Вижен, понятное дело, тоже неприятно. Теперь по Вижену они очень сильно будут выигрывать. Они и так имели больше денег. Саппорты там могли все раздевартить и так далее. Теперь будут знать, что ДК в безопасности в Инвизу уходит, заходит. Проверяют. Инвиз на боте. Баунти нужно забрать. Молодец. Хотя бы одну ЕС успел украсть. Дальше уж, конечно, батрайдер забирает. Ой. Ясно. Бонник пытался как бы сплитом заниматься. В его ситуации, может, это и было неплохо. Но я немного удивлена, что Драгонайт решил себе мандшарт приобрести. Ну, прям такой ранний мандшарт. Обычно стараются приобретать что-то... Как я уже приводила, в примеры, БКБ или Кирасу. Либо что-то в этом духе. Ну, вот именно мандшарт купил. Думаю, что это как раз связано с тем, что они очень сильно ведут. Очень быстро с мандшартом ломается тавр. На топе у нас замес. Альдер Титан. Разломчик свой кинул. Прожимается вот у Мни Найта. Ну, и РСП должен теперь погибать. Но успевают, в принципе, просто кастоваться. Забрали Альдер Титана. Все это дело под шареном происходит. Поэтому замес может быть невыгоден для Комплексити. Пошел Омни Слэш. РСП отправится в Тайниру. Туда отправляется Омни Найт. Ну, и Бонников, разумеется, тоже. ЦК пытается как-то монсить их. Ну, он хотел бы помонсить Армлетом. Но, опять же, ты под огнем ходишь. И тебе очень сложно. Ультра килл для Меркла. И сегодня один Меркл проиграл, второй выиграл. Я думаю, что здесь, наверное, опять же, аналитика не будет лишненько. Потому что Комплексити просто очень сильнее своих оппонентов намного. Но следующий матч будет гораздо более интересный. Следующий матч, который мы будем с вами смотреть. И, наконец-то, наконец-то мне досталось что-то реально хорошее. Потому что... Так, я сейчас скажу, через сколько все у нас будет примерно. Значит, примерно. Даже не примерно, в целом. Через час или... Они, кстати, если это follow-by, могут начать пораньше. Но здесь Forward Gaming будут играть против Evil Geniuses. И вот этот матч, конечно, будет уже гораздо приятнее наблюдать. Пока я узнаю в конференции вообще, что... Когда он начнется, будет ли он немножко раньше. Или пока будем слушать музыку. Может, параллельно какие-то... Хотя, что тут параллельно будет идти? Ничего не будет параллельно идти, да? Все уже, все квалификации. Остальные практически. Ну да, так оно и есть.